Платежи за коммунальные услуги растут с каждым месяцем, но добропорядочные потребители предпочитают оплачивать все в срок. Иначе пение и растущий долг, который все равно рано или поздно придется выплатить. Более 20 рассказовцев находятся в черном списке у судебных приставов. Их долги за газ, как правило, превышают 20 тысяч рублей. Поэтому в преддверии отопительного сезона сотрудникам рассказовского отдела вместе с представителями Межрайгаза пришлось напомнить должникам о необходимости погасить долги. Этот дом судебные приставы посещают регулярно. У проживающих здесь брата и сестры образовался большой долг за газ. Последний раз приставы были в доме летом. Предлагали хозяевам оплатить задолженность. В преддверии отопительного сезона приставы наведали сюда снова. Должники до сих пор не выплатили ни копейки. Вы могли бы обратиться в газ, найти с ними какие-то, я не знаю, упромиссы. Вы никуда не идете. Сейчас начало отопительного сезона. Вы сами понимаете, вот сейчас останетесь без газа. Вы вообще проявляете злостность. Вы не рубля еще не проплатили. Ну не рубля. В таких особых случаях мера воздействия отрезать должника от магистрали. Сотрудники газовой компании перекрыли голубое топливо и повесили пломбу. Грядущие холода должникам придется встретить без газа, если они полностью не погасят долг. Это просто нежелание. Я еще раз повторюсь, это злостные неплательщики, у которых помимо задолженности за коммунальные услуги складываются задолженности и по кредитным каким-то платежам, и по налоговым платежам. В преддверии отопительного сезона, значит, было решено провести такой рейд и напомнить всем должникам о том, что все-таки нужно оплачивать. Наведавшись по следующему адресу, газовики судебные приставы застали лишь молодого человека, сына хозяйки дома. Долг за газ у этой семьи тоже приблизился к 20 тысячам. Приставы готовы принять деньги в счет уплаты долга на месте, но, как и следовало ожидать, такой суммы на руках не оказалось. Мы пока сваркать или не будем? Я сейчас, говорю, всех соберу, я сейчас, что один-то сделаю? Ну, нас там, что, давай, на звони, на смегу звони. Звони маме, звони Алешке. В течение получаса деньги нашлись и в итоге долг все же был погашен. Ну, а тот факт, что оплата газа у таких хозяев не происходит вовремя, судебные приставы объясняют обычным нежеланием платить.